Более 500 представителей всех регионов страны, члены правительства России и Москвы, депутаты Госдумы, эксперты Координационного совета при президенте и аппарата Уполномоченного по правам ребенка. Самара не случайно стала площадкой для проведения столь представительного форума. Опыт работы области с семьей и детьми во многом новаторский. Сегодня в Самаре динамика развития этих процессов и качество решения проблем выше, чем в других регионах. Поэтому, конечно, нам, проводя такое мероприятие, важно было собраться в регионе, которая может чему-то научить. Но я думаю, что на площадках мы убедимся в том, что Самара покажет лучший опыт решения этих проблем. В сентябре детские дома России ждет мини-революция. Они должны полностью перейти на работу по семейному типу. В группах будет по 6-8 детей и закрепленные воспитатели. Увеличение штатов при этом не планируется. Качество работы должно возрасти. И это уже решает субъекты федерации совместно с образовательными учреждениями. Всегда этот вопрос достаточно тонкий. Где-то, наверное, придется увеличить, где-то наоборот, в силу того, что меньше будет детей в том или ином учреждении. Это жизнь. Особое внимание участники съезда планируют уделить постинтернатному сопровождению выпускников детских домов. А важнейшей задачей ставится удержать родителей от последнего шага – сохранить ребенка в семье. На профилактическом учете состоят более 12 тысяч семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В них воспитывается 16 617 детей. И нужно… Вот это как раз то поле деятельности, на котором мы должны очень серьезно и глубоко работать системно и персонально с каждой семьей. Съезд продлится три дня. После общения на дискуссионных площадках гости посетят социальные и сиротские учреждения области. Инесса Панченко, Алексей Золотенков. События.